Преодоление трудностей сообща. Третья книга царств, глава первая, с одиннадцатого по двадцать седьмой стих. Тогда Нафан сказал Версавии матери Соломона, говоря, «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему, не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря, сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, сунамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь, «Что тебе?» Она сказала ему, «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей, Господом Богом твоим. Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем». А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара, и военачальника Иоава. Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона. Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря, «Вот, Нафан пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицем до земли. И сказал Нафан, «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем». Потому что он ныне сошел и заколол множество валов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него, и говорят, «Да живет царь Адония». А меня, раба твоего, и священника Садока, Иванею, сына Иадаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. «Не стало ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» Размышления, часть первая. Смелость противостать. Третья книга царств, глава первая, с 11 по 14 стих. Пророк Нафан знает, что жизни Версавии и Соломона в опасности. Адония, скорее всего, избавится от всех, кто представляет угрозу его царствованию, включая своего сводного брата Соломона и его мать. Нафан советует Версавии предпринять активные меры, и она мужественно решается предстать пред царем Давидом, чтобы призвать его исполнить свои обещания и противостать надвигающейся со стороны Адонии опасности. Да будет поступок Версавии ободрением для тех, кто столкнулся с трудностями или опасностями. Нельзя сидеть сложа руки, смирившись перед обстоятельствами. Мы должны противостоять злым помыслам и сражаться за то, что Бог приготовил для нас. Более того, точно так же, как Нафан помог Версавии, наши руководители могут помочь нам распознать Божью волю и дать совет, как правильно поступить. Применение Как Вы ведете себя перед лицом трудностей? Кто в Вашем окружении может дать праведный совет и ободрить Вас в Ваших битвах? Размышления, часть 2 Как поддерживать других? Третья книга царств, глава 1, с 15 по 27 стих Нафан не просто дает совет Версавии, а потом отправляет ее в одиночку противостоять своим обстоятельствам. Нет, он полностью поддерживает ее. Он тоже обращается к царю и предпринимает все возможное, чтобы защитить то, что считает правильным. Нафан показывает пример того, как должен поступать лидер. Являемся мы лидерами или нам просто нужно поддержать друга в беде, наши поступки не должны противоречить словам. Если мы лишь с готовностью раздаем советы, но не подкрепляем их действиями, нет в этом никакой любви и поддержки. Но когда мы твердо и смело заботимся о тех, кто находится в беде, тогда наши слова и действия являют Божью любовь. Применение Кто в вашем окружении нуждается в поддержке? Как вы можете словами и поступками проявить к ним Божью любовь? Молитва дня Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты являешь пример истинной смелости, справедливости и любви. Помоги мне перед лицом трудностей стоять так же дерзновенно, как Ты, и проявлять любовь и поддержку тем, кто в этом нуждается. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, Академия издательства «Живая жизнь» приглашает вас на серию семинаров «Как проповедовать подросткам и молодежи». На них вы найдете ответы на вопросы «Как и о чем проповедовать молодежи?» и «Как подготовиться к проповеди?» Ведущий семинара пастор Ким Джон А, помощник старшего пастора церкви Анури, город Сеул, Южная Корея. Стоимость участия 1000 рублей. Регистрация по телефону. Ждем вас на семинаре. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok